Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Я сразу понял, что это момент нападения. Сразу же это понял. Что вы стали делать? Я накинулся на одного нападавшего. У меня с ним завязалась драка непосредственно в тамбуре. И вот немножко правее за мной, на пороге уже мать оборонялась со вторым нападавшим. Ваша мама прибежала на ваши крики? Нет, она была сразу за мной. Я выходил из квартиры, она сразу пыталась закрыть за мной дверь. Так, что было дальше? Дальше я, значит, бью в двери соседям, кричу на помощь, то есть максимально пытаюсь привлечь внимание к этому. Дальше в какой-то момент поднимаю голову и обращаю внимание на то, что один из нападавших делает буквально там, не знаю, два-три шага назад, разворачивается, наставляет пистолет и делает выстрел. Момент выстрела, момент выстрела. Я не видел, куда попала пуля. Я видел момент выстрела, четко. Тогда вот мне действительно стало страшно, по-человечески стало страшно. Дальше я уже никакого сопротивления не оказывал. Я просто сказал, мама, падай. Значит, я сам упал, мне еще наносили удары по спине. И дальше топот, и они убежали. Тогда открывается дверь соседей. Я делаю шаг буквально к соседям. Она в шоке, они все сидят в шоке. Почему? Потому что весь тамбур, вся квартира, все было в кровище. Буквально все было залито в крови. Я что увидел? Что я увидел прежде всего? Почему я как бы сначала даже, даже немножко, даже мне стало легче на душе. Я увидел огнестрельное ранение руки. Ну, естественно, я звоню в это время, значит, в милицию, в скорую помощь. Дальше я пытаюсь каким-то образом помочь ей каким-то образом. Почему? Потому что не имею, опять же, медицинских... Это было смертельное ранение? Как потом уже показала экспертиза, да. Пулю у матери извлекли из позвоночника. Она защищалась, рука у нее была под углом. Я напоминаю, прямо сейчас Иван Нечапорук следит за тем, что происходит в студии. И он имеет возможность комментировать все, что происходит здесь у нас сейчас, в эти минуты, в студии. Только шоу «Говорит Украина». То, что сейчас произнес потерпевший Искридский, очевидец происшествия, не соответствует действительности, потому что не звал он никого на помощь. Об этом свидетельствуют все соседи, которые слышали крики. Конкретно Искридский сказал, вы вызовите только скорую. Милицию вызывать не надо, дословно. Соседи, которые вышли из квартиры, они пытались зайти к нему в квартиру. И он их не пустил. Он закрыл перед носом дверь, они к нему стучали, просили открой, Сережа, что случилось. Дальше его действия. Он берет мочалку с водой и начинает смывать следы преступления. Есть мочалка с водой, есть смывы крови, все это есть на фотографиях. Есть фотографии, на которых вы увидите, что квартира вся перевернута. Там все перевернуто, даже перевернут диван. Кто-то там был и кто-то что-то искал. Значит, Сергей, какими были мотивы нападения? Только денежные, только ограбления. Вот я, знаете, много лет потом думал об этом. Вот почему был выстрел, почему все-таки он так поступил? В связи с большой разницей в росте, у нападавшего, который боролся с мамой, у него была значительная разница в росте. Скорее всего, мать могла поднять просто маску, либо приподнять как-то. То есть вы лиц не видели? Не видели. Значит, давайте сейчас посмотрим на то место, где произошло это нападение и послушаем, что говорит сосед. Внимание на экран. Услышал крики, которые доносились с верхних этажей. Мимо меня пробежали двое молодых людей. Одного я не видел, который бежал впереди. Второго я упел рассмотреть в профиль. Это был юноша с карбинкой на носу и со следами или оспы, или прыщей. Значит, Сергей, правильно я понимаю, что ничпорукаема снова задержали именно по вашей наводке? Нет, неправильно. А как их задержали? При каких обстоятельствах? В очередной из моих визитов в милицию мне среди некоторых фотографий показали фотографию Моцного, который вот сейчас еще засудженный отбывает наказание. Я ему сказал, да, знаешь ли этого человека? Я сказал, да, я знаю этого человека. Но этого человека, этот человек учился в одной школе с моим троюродным братом. И периодически мы встречались там в городе, город у нас маленький. И у меня на Моцного была крайне такая негативная характеристика. Он неоднократно привлекался и к уголовной ответственности, неоднократно и задерживался. И на ничпорука у меня крайне позитивная. Почему? Потому что его жена работала у нас на производстве. И она постоянно расходила, вот какой Ваня у меня хороший, какой вот хороший и все остальное. То есть я имел абсолютно разные характеристики. И тут я вижу их, они идут как вот такие, как давние знакомые вместе. И тут вы понимаете, что это убийца вашей мать? Нет, нет, ни в коем случае я этого не понимаю. И тут, и тут, и тут. Я вижу Моцного, я вижу Моцного фотографию, мне показывает милиция. Просто показывает фотографию Моцного. Я тогда вспоминаю, что я видел ничпорука вместе с ним. Где? Ехав на машине, ехав на машине, я вижу ничпорука и Моцного, которые идут мне навстречу. И вы это сказали в милиции? Я сказал, да, я их видел вместе. Я это сообщил в милицию. Все. Искрицкий вам не говорит о том, что перед этим он утверждал, что разбойное нападение на него совершил его друг, какой-то там сосед, якобы он где-то в криминале был запачкан. Потом это преступление совершил какой-то Андрей. Якобы у этого Андрея криминальное прошлое, и ему его папа рассказывал, что у него нечистые руки. То есть он искал людей на роль убийц. Значит, а вы в милиции поделились своими подозрениями, наблюдениями? Возможно, милицию, милицию это взяли за основу, схватили, положим, ничпорука, стали, как он утверждает, выбивать показания. Значит, давайте послушаем, как свое задержание сам ничпорук описывал. Орал от боли, душили подушкой. Но я держался. В ту ночь я так ничего и не подписал. Когда наступило утро, в моей камере побывали, кажется, все начальники милиции города. От маленьких до больших. Потом меня завели на второй этаж и заявили, что привезли мою беременную жену. Как ты думаешь, она выдержит то, что было с тобой? Спросил один из оперативников. Когда я услышал женский крик, то понял, что они не шутят. И все подписал. Давайте пригласим сюда еще одного нашего гостя. Человека, без помощи которого Иван Ничпорук наверняка оставался бы за решеткой. Аркадий Ибущенко. Встречайте, пожалуйста. Значит, Аркадий, скажите, пожалуйста, в материалах уголовного дела есть ли исчерпывающие доказательства вины Ничпорука эмоционного? Нет. На самом деле там только есть явки с повинной Ничпорука эмоционного и есть показания свидетеля Керимова. На самом деле на каких основаниях задержали Ничпорука? Есть объяснение работников милиции, что он как-то заметался перед подъездом. Непонятно для милиционера. То есть поэтому это и стало основанием, что он заметался перед подъездом? Да. Он как-то сначала шел к подъезду, потом пошел в другую сторону. Почему-то милиция посчитала это достаточно для задержания. Потом в райотделе у него случайно обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Ну это все знают, палочка-выручалочка нашей милиции. Его задержали в административном порядке, как за незаконное обращение с наркотическими средствами. После этого его уже задержали по подозрению. Добившись во время этого административного задержания, я вас повинно задержали в уголовном порядке. Это обычная практика? Это обычная. Вы же это знаете, правильно? Да. О чем я сейчас говорю. Это обычная практика, потому что когда человека закрывают на админ, к нему есть доступ, это трое суток, пять суток, 15 максимум. И работники оперативные, они могут подходить в ИВС, это при каждом РВД есть камеры такие, они выводят в следственную комнату и там издеваются над человеком. То есть выбивая эти явки с повинной. В это время адвоката не допускают, то есть это непосредственный доступ к телу. Меня снимали на видеокамеру, меня заставляли давать на видеокамеру якобы признательные показания, якобы я был на месте преступления и так далее и тому подобное. Но я говорил на камеру, что со мной происходит. Николай Антонович Маленковский, мой адвокат, который присутствовал у меня в самом начале, он ничего не мог сделать. У него забирали очки на следственных действиях. Можете себе представить, насколько работники милиции чувствовали себя безнаказанно, что они вытворяли вот такое? Он пришел, разложил свои дела, там, ручку, блокнотики, туда-сюда, положил очки, один из оперов берет, забирает очки и все. Он говорит, верните очки, прокуратура стоит, все. Его ко мне умышленно не допускали. Я ему говорю, Николай Антонович, меня реально убивают. Он говорит, прости, я тебе ничем не могу помочь. Он говорит, терпи. Что, кроме слов Нечипурука, свидетельствует о том, что к нему применяли те пытки, которые он написал? Можно я, можно я ответить? Документарный доводик, кроме слов, кроме слов. Можно я отвечу, что свидетельствует? Да, 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 пожалуйста. Решение Европейского суда, где признана к Нечипуруку, применялись пытки, основанное на доказательствах, вне разумного сомнения. На каких? Так написано в решении Европейского суда. Почитайте решение. Я знаю решение. Наведите вы со своих сейчас в студии, наведите. Давайте оставим вопрос. Признана Европейским судом, к нему применялись пытки. А как вы выдали? Ложно выдали, назвали его экспертами. Государство выплатило 35 тысяч евро за то, что применяло пытки к Нечипуруку. Дело в том, что, вы знаете, я вот раньше думал, что Европейский суд, это такая догма, которая там непререкаема никак. То есть решение Европейского суда, это Европа, и решения не могут подтасовываться, подделаться и прочие-прочие моменты. Правильно? Мы говорим. Я до сих пор так думаю. Да, и так многие люди думают. Но, к сожалению, Европейский суд не исследует все дело целиком. А какой суд для вас был бы авторитетным? Можете сказать. А Коверзин, который 5 убийств повы... Ну, смотрите. Это неправда. Это тоже Европейский суд вывезен. Правительство представляет свои документы, мы представляем свои документы. Почему правительство не апеллировало к Европейскому суду в данном случае? Вы можете объяснить? Почему правительство не апеллировало на решение Европейского суда? Почему Украина 99% дел проигрывает в Европейском суде? Причем сейчас тенденция такая, что это дела... Вам объяснить почему? С тяжелыми последствиями. Потому что там не на что апеллировать. Я вам скажу, я вам скажу почему. Послушайте, потому что к этому человеку или к этим людям не проснилась правозащитная организация. Не пошли адвокаты. Таких людей, как вот этот Нищепорук, миллионы. Друзья мои, миллионы. И самое главное, знаете, вот я сижу вас слушаю, действительно, виноваты не вы, виноваты не он. Виноваты просто правоохранительная система. Я погоджусь с вами. Но я хочу ответить следующим образом. В процессе последнего суда суд доручил прокуратуре провести, чи били, чи не били Нищепорука. Нищепорук подписался, какие катывания под ним были. Висел на шестигранном ломе. Вот какой позе, какой все. Каждое это вопрос не было. Допытывались, конечно, правительственники милиции. Потом эксперт. Эксперт говорит, да если бы он висел на ломе, целую ночь, и как его били, то у него были тут вообще все перевернутые связки. Эксперт задал вопрос. Согласен с этим? Там есть действительно заключение эксперта в эти дни. Там брались образцы поднохтевого содержимого, то есть доказательства того, причастен или нет к убийству. И в конце там приписано, ну и вообще-то нет там телесных повреждений на Нищепоруке, кроме... Никто не назначал специальную экспертизу по жалобам Нищепорука на пытки. Нет, ну как не назначали? А это же экспертиза, как же у нас значит? Нет, нет, нет. Есть телесные повреждения, зафиксированные экспертами. Есть точечные садны. Приблизительно в ночное время меня вывели из камеры. В общем, стали обвинять в убийстве, когда я стал говорить о том, что я не имею к этому никакого отношения. Принесли лом, динамо-машину от полевого телефона, одели наручники на руки. Вот в таком вот положении меня посадили на пол, сюда продели лом. То есть я получился с ком. Два работника милиции взяли этот лом, подвешили на столы, два стола стояло. Я обратил внимание, что на столах слущенная краска, лак. То есть я уже не первый висел. Дальше работник милиции зачистил многожильный медный провод. Вот всунули мне носки этот провод, как раз в области щиколоток, на одну ногу, потом на вторую. И продолжались пытки током до утра, пока они все не стали приходить на работу. Из всех 32 дней физически меня не трогали только три дня. Это были религиозные праздники, взывания свята. И не потому, что там они какие-то верующие, нет, они просто все были семьями в разъездах где-то, их практически не было. Как вы думаете, могли выбивать из него показания, Владимир? Ну, в принципе, могли бы выбивать показания, я этого не исключаю. Но я до сих пор так не услышал, какие вещественные доказательства были изъяты. Потому что причиной для задержания даже этих людей надо были какие-то основания. В принципе, задержание незаконное получается. Я так и не услышал никаких оснований. Что было изъято в ходе осмотра места происшествия? Была кровь. Кровь была второй группой, принадлежащей, похожей на группу, совпадала Моцного. Было проведено исследование ДНК этой крови, которую там... Мы об этом просили. Мы об этом просили. Неоднократно. Но было проведено? Не было. Но мы об этом просили. Моцный входил в организованную защиту. Я не знаю. Что еще? Есть свидетель, который с самого начала появился. Есть его признание при адвокатах. Адвокаты имели полное право писать в своих показаниях. Имели полное право адвоката написать. Он был побит. Он дал подыска. Я вам расскажу про адвоката. Все адвокаты имели полное право выразить окраимую думку. Второй момент. Второй момент. Очень важный момент. Я видел, как с каждым новым судом Нищепорук фантазии у него все больше и больше. То есть объем побытий и тыску у него с каждым новым судом больше и больше. То есть то, как он Нищепорук сам описывает, висел на ломе, минуточку, всю ночь, били руками и ногами по всем частям тела. То есть эти показания Нищепорука ничем, кроме его слов, не подтверждены документально. Смотрите, очень все просто. Там действительно есть показания, данные в присутствии адвоката. Нищепорук находился в юго-западном, по-моему, райотделе милиции 32 дня. 32 дня. Сколько положено? Трое. Не больше трех суток. Не может, это не правда. 32 дня находился в райотделе милиции. Абсолютно незаконно. Не может быть. Что происходит? Я сейчас уже не помню всех деталей. Двадцатого его задерживают, получают признание, признание, признание явки с повинным. Этому. Этот зашел явку с повинной, этот зашел явку с повинной. Он всем дал явки с повинной. Кто не заходил к нему, он всем давал явки с повинной. 27-го он в присутствии адвоката отказывается. После этого адвоката не допускают. Первого числа приходит к нему адвокат. Он говорит, после того, как я отказался от своих слов, меня били 4 дня. Чем ты мне можешь помочь, адвокат? Ты сейчас уйдешь, и меня будут бить дальше. Он дает признание показать. А зачем адвокат подписывается? Потому что он связан с позицией клиента. Нет, он не должен подписываться в таком состоянии. Давайте вы мне, адвокату, не будете рассказывать, как надо себя вести. Прошу вас, есть две экспертизы. Конкретно есть это в материалах дела. Обнаруживают у него телесные повреждения, такие, как подряпанный вот этих вот щиколотых ног. Больше никаких повреждений, экспертиза официальная. А Владимир, вы можете объяснить, почему, значит, Ничпорук говорит, что его очень сильно били и избивали просто жестко? А в материалах дела там какие-то только страдания. Почему так? Алексей, ну есть масса способов, по которым вы даже ничего не заметите. Нет, давайте, вот объясните нам, объясните Сергею, почему это может быть так? Ну вот, например, если человек, я слышал, утверждал, что к нему применялся электрошокер. Соответственно, фактически следов на теле не будет никаких. Ну, кроме электрошокера, он говорит, ногами, руками били, висел на ломе всю ночь. Ломя, шестиграном ломя, все ночь. Это тоже не показать. То есть есть масса способов сделать так, что ничего не будет видно. Нас постоянно возили на экспертизу к этим экспертам. И когда-то нас с Мостом, Сашей, привезли на экспертизу, и у Мостом была разбита голова. Кровь была на голове, на лице, на футболке. Это видел судья, это видели прокуроры, это видел следователь. Но этого не видел эксперт, которому дали указание провести экспертизу. Это полностью ручной эксперт, я везде это говорил. Это полностью зависимый человек. И он делал то, что ему говорили работники милиции. Это говорит Украина, друзья, внимание на экран. Итак, милиционеры обвинили Ивана в убийстве местной предпринимательницы Антонины Искрицкой за освобождение жителей Хмельницка Ивана Нечпурука. Правозащитники боролись почти 9 лет. 3 июня этого года городской суд оправдал Нечпурука. У нас сегодня в студии сын и супруг убитой женщины, которые считают, что суд выпустил на свободу убийцу. Дальше вы узнаете, что же заставило судить. И так радикально изменить свое мнение. Насколько я понимаю, защита Нечпурука строилась на нестыковках ваших же показаний, которые вы время от времени меняли. Так? Я мог менять показания только где-то в нюансах. Но, тем не менее, адвокат Нечпурука, Галина Береговая, кое-что нам рассказала. Она, кстати, проводила собственное расследование этого преступления. Внимание на экран. Как пояснив Искрицкий, на него напали двоя невідомих осіб, которые находились в маске, и он их не смог впизнать, так как было достаточно темно. Но, обратите внимание, первые показы Искрицкого сразу после нападения, это были особи росту 1,70-1,75. У Вагнина Нечпурука рост под 2 метра. Это были особи веком от 16 до 18 лет. На тот момент Нечпурука было 23 лет, у Моцного и Погодтёв 25-26 лет. То есть они совсем не подходили под ту категорию, которую он написал. Надалее Искрицкий изменил свои показы и сказал, а я что хотел, то и говорил. Можете мне прокомментировать теперь? Конечно. Во-первых, я хочу сказать, что в данном случае идёт трактовка не моих показаний, просто выбраны фразы определённые с моих показаний. Я никогда не говорил о том, что они 1,70-1,75. Я всегда говорил о том, это всё есть в материалах дела, с тем, с кем я дрался, был моего роста. У меня рост 1,72, у Моцного рост 1,72. Я конкретно с самого начала говорил, что была значительная разница в росте между мамой и вторым нападавшим. Говорить на второго, что тоже был 1,78 или 1,75, как сейчас говорит адвокат, это тоже неправда. Я давал все показания, как на досудебном следствии, так и в судах. Могли быть нюансы в чём? В одежде в каких-то, ещё в каких-то моментах. Богдан, я думаю, что милиционер пришёл к вам и сказал, дорогой товарищ, поменяй показания, потому что есть уже мостный и второй. Я не менял показания. Не 75, а 2 метра. И вы потихоньку ещё постраиваться. Никогда я ничего не постраивался. Это всё неправда. Вы просто правду скажите. Я правду говорю. Я говорю правду всегда. Мало того. И моя правда основывается. Пистолет найден. Пистолет найден, к сожалению. Пистолет не найден. Что ещё было взято? Пуля, пуля, пуля. Отпечатки, гильзы. Пуля, пуля. Значит, против нас выдвинули пулю, найденную на месте преступления. Вот пуля, вот заключение эксперта. Заключение эксперта свидетельствует о том, что на пуле нет ни одного следа, кроме как нареза ствола. То есть, пуля не деформирована. Тот же эксперт объяснил в суде, что пуля должна быть деформирована в тот случай, когда она стыкается с препятствием. По заключению патологоанатома, пуля, попавшая в предплечье, должна быть деформирована. Это знают все. Пулю эту сфальсифицировали. Это факт. Значит, вот смотрите. Вот то, что нам сказала, в частности, пани Береговая, которая являлась адвокатом ничпорока, значит, она утверждает, исходя из того, что вы меняли показания, складывается впечатление, что вы вообще, может быть, причастны к убийству собственного. Я хочу рассказать, что сейчас вот это вот делается специально для того, чтобы нас запугать сейчас. И дает тиск. Я бы хотел сказать, если можно, речь о том, что эта справа типовая, на жаль, для Украины, потому что это, значит, зазвичай так и делается. Когда хотят кого-то посадить, они выбивают явку с повинным. Больше никаких доказов, кроме каких-то голословных, звинувачений немае. До речи, той же ж водитель Керимов, який их подвозил, нібито до места вбився, он говорил, что там хлопцы десь 170, по моему взрослому, а потом поменял, и, до речи, первые его показы, и другие, также присутствуют в справе. То есть, сначала он говорил одно, а потом говорил совсем иное. Сказал, что уже подогнал, так будет, свои показы, подмостного и нечепорука. Не правда. Я перепрошу. Вы не даете документы, на которые вы гарантируете свою позицию, что до ведомства. Единый доказ, который вы считаете, нужно давать всем, это доказ, что он их познав, водитель такси. Единственное, чем вы аргументуете свою позицию. Внимание на экран. Это скрытая съемка разговора Ивана Нечепорука и таксиста Валерия Керимова. В свое время суды проигнорировали эту запись. Валерия Керимова Ивана Нечепорука Ивана Нечепорука Ивана Нечепорука Ивана Нечепорука Ивана Нечепорука Так вот, вибивается явка с повинностью, про что есть свидетельные экспертизы. Их катывали легким струмом, до гениталій подносили эти дроти. Вибивается явка с повинностью, люди на себя наговорят, а потом это фигурует, как в сталинские часы, как главный доказ. Инших доказов там нет. Там даже смешная штука. Знайшли ниготь, отрезанный ножицами. И пришпандерили его до Нечборуката, что-то Домоцного, то ниготь ножиц. Сейчас бейки, мы себе на плане не трогаем. Вопрос шел про таксиста. Вы утверждаете, Юрий, что он несколько раз менял показания. Давайте внимание на экран, друзья, обратим. В процессе судового следствия было установлено, что на него был тиск працивников милиции. В первых своих показах он пояснил, что он не сможет познать этих людей, так как он не обратил внимание. А когда Керимове была подкинута какой-то пакет с рослинным походжением, Керимов сразу впизнав у него Нечборука. Можно мне сказать? Да, конечно. Вот действительно, в материалах дела это есть. Это уже на судебном следствии это появилось, о том, что там что-то у Керимова нашли. Ну смотрите, давайте мы что тут будем выгадывать, скажем так, придумывать? Когда Керимову в пяти или шести судах задавали вопрос, на тебя был тиск со стороны працивников милиции, прокуратуры? Он говорил, не было тиск. Про что говорить? Если свидетель отрицает факт, давление все эти годы. О чем говорит? О чем говорит действительно, если сам свидетель отрицает факт давления милиции? Ну, Алексей, что меня сильно настораживает? Вот получается, дав зезнання в присутствии своего адвоката, відмовився від зезнань. Дав зезнання в присутствии адвоката, відмовився від зезнань. То есть была возможность сделать все, что он хотел? Да нет, это невозможность. Это опять же, чуть подтверждает, что было давление. То просто подтверждает тот факт. Уважаемые товарищи, мы говорим про наркотические засобы. В этом суде прокуратура проведала расследование, почему же у Керимова оказались наркотические засобы. Или не наркотические. Или не наркотические засобы. И вот прокурор надал документы, что затримание Керимова осуществлял Ковальчук, лейтенант милиции, который является, был сожителем или мужем родной сестры Нечипорука. Вот так вот. Кто задерживал Керимова, родственник Нечипорука, оказывается. Который имеет ребенка от него. Это есть в материалах дела. И мы потерпели вбачаем связь с затриманием Нечипорука с лейтенантом милиции Ковальчука, который в тот время был в родственных стосунках с ним. Это говорит Украина 3 июня, друзья. Кмельницкий суд оправдал Ивана Нечипорука, но за решеткой до сих пор остается человек, который по данным, по мнению следствия, в свое время был пособником, так его назвали, Нечипорука. Это Александр Моцный. Смотрите, если Нечипорука отпустили, признав его невиновным, то почему Моцный до сих пор остается в тюрьме? Такой приговор не может быть отменен отдельно. Не может там, где написано Нечипорука Моцный, пошли, приготовились, напали, надели маски, то есть все делали вместе и одно, то есть в отношении одного приговор неправильный, а в отношении другого приговор остается правильным. Вы знаете, очень хороший момент подойти с точки зрения виновности или невиновности, судя из последнего решения судебного. Можно я одну маленькую зачитаю фразу, которая реально есть в деле, зачитаю цитату, чем суд мотивировал. У той же час подсуденний порук М еще под час досудового следства та при вырешении питания про обрання ему запобежного захода у виглядя взятя під варту у суде в ходе судового розгляда справы последовательно утверждает, что он до вчинения злочину протез критских непричетный на час, когда был вскоян допытанный в судовом заседании Моцный, про которого сейчас вспоминается, в суду показав, что с нищим поруком и в день в чинной злочине не встречался. Далее сакраментальная такая фраза. Ци фактичные данные неспростованные и недоверие не выкликают. То есть человек, которого обвиняют в преступлениях и его подельник значит говорят правду, а все остальное это все ерунда. Вот на чем основывается оправдательное решение. Какой здравомыслящий человек? Можно сказать я здравомыслящий человек, я вам ответю. Показания человека, который обвиняют и его подельник и надуверенный навек лыкают. Насколько критично можно к этому судебному решению уже исходя из этого. Какие доводы в суд дадим вас ответить? Вы слышали что-нибудь о презумпции невиновности? Конечно. Вот это и есть презумпция невиновности. К сожалению, в силу той беды, которая у меня. Обвиняемый ничего не должен доказывать. Суд мог написать обвинение не доказало предъявленное обвинение. Точка. Это оправдательный приговор. Когда мы готовились к этой программе, мы общались с родственниками Александра Моцного и нам показалось, что они очень боятся общения с журналистами, чтобы не навредить сыну. Так почему же все-таки Александр Моцный до сих пор не обратился в Европейский суд по правам человека? Это, очевидно, знает наш следующий герой. Пожалуйста, встречайте Станислав Лусенко из Донецка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, вы общались с Александром? Да. В Драгововической исправительной колонии я абсолютно случайно встретился с Александром и именно имел разговор с ним на эту тему. Почему он не обратился в Евросуд? Он во всем, на самом деле, вот в правовых таких вопросах, он положился на Нечипорука, не понимая сути вот этой правовой системы украинской, рассуждая полностью логично, как обычный пересвичный грамотник, он думал, что если будет пересмотр в отношении Нечипорука, соответственно, и в отношении него каким-то образом моментально решится этот вопрос. И может быть, он и будет этот пересмотр в отношении него, однозначно будет, но это может затянуться, как у меня, на годы. И я, вот честно вам скажу, я с таким, такие испытания перенес из-за вот таких вот решений евросудов, я бы освободился гораздо раньше. Меня начали переводить из колонии в колонии, и если я, будем говорить, всю географию Украины изучил, за два года меня перевезли четырежды. Я оказался в Драгобыче, то есть на совсем на другом конце Украины, через порядка полторы тысячи километров. А это уже после решения европейского суда над вами начали издеваться и перевозить из колонии в колонию? Да, непосредственно Это такая реакция была? Да. И Сергей, и Александр не не очень доверяет мне и наш эксперт по поводу того, что там в заключении пытают людей. Как вы боролись с пытками? Как боролся с пытками? Ну вот, мне, например, чтобы я не писал жалобы, сломали кисть правой руки. И получилась такая ситуация, что через неделю после объявления решения евросуда меня завели назад в зону, и я из трех месяцев данных Украине на выполнение этого решения, 90 дней, я порядка 60 суток провел в корсерах и подвалах. Я не склонен кого-то оправдывать, но вот Александр Моцный, Саша Моцный для меня, он видел и говорит, ну вот, говорит, я бы написал бы сейчас там верховный суд на пересуд, европейский, но вот тут я сижу, говорит, более или менее стабильно, а так, посмотри свою историю, посмотри, говорит, свою историю, чего ты добился. Моцный не хотел рисковать. Значит, а сейчас, насколько я понимаю, началось все новое расследование этого дела, так, или все-таки Ничпурка выпустили и все, и не будет больше. История закончилась. Сейчас будет или не будет прокуратура подавать апелляцию? Подала. А вы, подала, то есть, начинается новое расследование. Я хочу сказать, что Ничпурк вполне опять может сесть. Ну, теоретически, да, надеюсь, что не будет. Вот вы говорите о том, что он не виновен, но я вам зачитал просто фразы, на чем руководствовался суд, оправдывая его. То есть, это никакой логики и доказательной базы никакой вот это оправдательное решение не несет и не имеет его невиновности. И поэтому, по нашей информации, зашли большие деньги. Вот я вам что скажу, прямо. Откуда? Откуда? Я знаю. Откуда? Все одна. Я в СБУ это все доложу. Не хотите даже сумму назову? Не надо. 400 тысяч долларов заплатили. 400 тысяч долларов? А знаете почему? Я могу объяснить почему. На самом деле, Сергей, я бы очень хотел, чтобы вы наконец-то зачитали фразы, которые действительно исчерпывающе свидетельствуют о виновности Ничпурка и Амоцного. В Явце с повинной от 28.05.2004 яку принял прокурор Хмельницкого Шевчук Ничпурок детально выкладывал обставу на готовление до злочин додавший власноруч малюнок схему будинку 14 вказавший шляхи подъездов до него схемы сходинковой клетины данного будинка розташевание дверей квартиры та схематичный рисунок пистолетового якого він выстрел вискреску дальше Александр Сергеевич вы до сих пор считаете несмотря на то что здесь сегодня было сказано вы до сих пор считаете Ничпурка и Амоцного а вы не слышали или вы не слушали я слушал какие доказательства невиновности приведены да мои доказательства и виновности не услышали а вот я просчитал вы верите этим доказательствам подождите значит верите или нет нет вы верите нет вы верите нет вы верите нет я напоминаю прямо сейчас Иван Нечапорук следит за тем что происходит в студии и он готов рассказать кому было выгодно повесить убийство Антонины Искритской именно на него произошло преступление подозреваемым был сын миллионера папа прилетел якобы из Турции папа не было в городе папа прилетел порешал все вопросы сразу же подозреваемым стал потерпевшим прокуратура работники милиции защищали руку которая их кормит это Искритский все его прекрасно знают он говорил об этом неоднократно что он один из наибогатейших людей в Хмельницкому что у него бизнес от Хмельницкого до Одессы это он говорил в суде это не мои слова а это не я придумал что он был в высшей ради юстиции что он порешал все вопросы что он может купить и в сихи и так далее и тому подобное на сегодняшний день я больше чем уверен что отец знает правду просто уже отца нет дороги назад он просто защищает сына вытягивает сына потому что будет расследование я больше чем уверен и все доказательства найденные на месте преступления указывают только на сына все очень просто вот вам беспредел который творится на ровном месте я получил 15 лет мост не получил на ровном месте 15 лет и никто за это не понес наказание все очень просто мы можем говорить о том что виновен догадываться не догадываться но каждый в принципе к сожалению каждый из нас может оказаться в таком в такой ситуации вот существуют ли какие-то способы чтобы оградить и защитить себя есть какие для меня вот способом будем говорить изменение этой системы там котувань выбивание признаний и так далее есть та судебная реформа которую сейчас пытаются запустить надо понимать что все и вы я думаю хотите жить в Европе хотите иметь какие-то гарантии того чтобы над вами не издевались что вы хотите чтобы хотя бы ваши дети жили в стране в правовой сейчас вот правительство делает какие-то шаги меняется система и вот это те шаги которые нужны и это пусть какая-то это первая ласточка очень важно знаково это говорит Украина спасибо что вы с нами пока спасибо 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 КОНЕЦ